Продолжение следует... Основные зимние праздники – две светочные недели, святки, Рождество, Новый год и Крещение. В праздники затевали магические игры, производили симфолические действия зерном, хлебом, соломой, чтобы был урожай. Ходили по домам колядовать, девушки гадали. Обязательным элементом святок было рижание. Масленица – провода зимы и встреча весны. Длилась целую неделю, и начиная с четверга, масленичной недели, все работы прекращались. Начиналось шумное веселье. Ходили друг к другу в гости. Обильно угощались блинами, оладьями, пирогами. Пасха – расцвет весны, пробуждение жизни, церковный праздник. На Пасху украшали дом, срезанный вербой. Пеклись сдобные хлеба, куличи, Пасхи. Красили яйца, крашенки. Посещали церковь. Ходили друг к другу в гости. Обменивались при встрече крашенками. Христа совались, целовались, значит. Приветствовали друг друга. Христос воскрес, воистину воскрес. На Пасху водили хороводы, гуляли по улицам, катались на качелях, катали яйца. После пасхальной недели во вторник отмечали родительский день, посещали кладбище. Приносили еду к могилам умерших родственников, в том числе и пасхальную. Яйца – символ солнца и зарождения новой жизни. Семик и Троица. Их праздновали на седьмой неделе после Пасхи. Семик – это в четверг, значит. А Троицу – в воскресенье. Всеми девушки ходили в лес, плели венки из березовых ветвей, пели троечные песни и бросали венки в реку. Если венок тонул, это считалось плохой приметой. Если же приставал к берегу, это означало, что девушка должна скоро выйти замуж. В Троицу было принято украшать вечернюю часть дома, или внутреннюю часть дома, березовыми ветвями. Традиционной пищей были яйца, яичница и другие блюда из яиц. Вечерки устраивались в осенний-зимний период. Вечерами молодежь собиралась у одинокой пожилой женщины. Девушки и молодые женщины приносили кудель и другую работу. Пряли, вышивали, вязали. Здесь обсуждали всякие сельские дела, рассказывали истории и сказки, пели песни. Пришедшие на вечерку, парни присматривали невест, шутили, развлекались. Следующие сборы – это хороводы улицы. Летние развлечения молодежи на околице деревни, на берегу реки или у леса. Плели венки из полевых цветов, играли в игры, пели и плясали. Водили хороводы, задерживались допоздна. Главный здесь был хороший местный гармонист. Катание на русской тройке Тройка, тройка прилетела, Скакуны в той тройке белый, А в синях сидит царица, Белокосая белолица, Как махнула рукавом, Все покрылось серебром. Что ни трем, ни изба, Ни терем, ни изба, По золота да резьба, Терем, терем, теремок, Он затейлив и высок. В нем окошки слюдяные, Все наличники резные, А на крыше петушки Золотые гребешки, А в перилах на крылечке Мастер вырезал колечки, Завитушки до цветки, И раскрасил от руки. В терему резные двери, На дверях цветы изведи, В изразцах на печке в ряд Птицы райские сидят. Русская печь в избе. Главным в доме была печь. Стены черные, закопченные, Некрасивые изнутри, Но не гнили и служили Людям добрым от души. Топились в печи по-черному. По стенам резные лавки И дубовый стол резной. Возле печки сохнут травки, Собирали их весной, Да настой варили, Чтобы пить зимою от болезни. Красный угол в русской избе. Пожалуйста, посмотрите, Как это выглядело. Русская утвырь. Вот это все называют... Русская баня. Баня была не только местом для мытья, А также особенным, почти священным местом. Считалось, что баня объединяет четыре главные природные стихии – огонь, воду, воздух и землю. Поэтому человек, посетивший баню, как бы вбирал в себя силу всех этих стихий и становился крепче, сильнее и здоровее. Недаром на Руси бытовала поговорка «Помылся, будто заново родился». На Руси за водой ходили с коромыслом. Русский национальный костюм, женский костюм, девичья рубаха, праздничные головные уборы, панёва. Мужской костюм, рубаха, порты, пояс, сельмяга. Лапти. Лапти – один из самых старых видов обуви. Русское гостеприимство. Русское гостеприимство – тоже неотъемлемая часть наших культурных традиций. Гостям также были всегда рады. Делились с ними в последнем куском. Недаром говорили, что есть в печи, на стол мечи. Встречали гостей хлебом, солью, со словами «Добро пожаловать». Гость отламывает маленький кусочек хлеба, макает его в соль и кушает. Русская кухня. Русские народные музыкальные инструменты. Народные инструменты фольклоре используются обычно в быту пастухов или для некоторых видов танцев и песен. Струнные инструменты. Балалайка. Гудок. Духовные инструменты. Духовные инструменты – дудка. Рожок. Жалейка. Военные трубы. Охотничьи рога. Бубны. Обереги на Руси. Ни один дом на Руси не обходился без народных оберегов. Оберегов. Русский народ верил, что обереги надёжно охраняют от болезней, дурного глаза, стихийных бедствий и различных напастей. Русский народный дом на Руси. Собирались в дальнюю дорогу. Человек брал с собой оберег, чтобы вложенные в него добро и любовь согревали душу и напоминали о родном доме и семье. Русский народный дом на Руси живут в домах и дворах. На Руси верили, что ни один дом не стоит без домового. От уважительного отношения к домовому напрямую зависело благополучие дома. При переезде на новое место домовой обязательно звался собой. Его перевозили в лапте, на хлебной лопатке или на венике, приговаривая при этом «Вот те сани, поезжай с нами». Спасибо за внимание.